Здравствуйте! Вы смотрите губернантские новости в студии Павел Рыжиков, коротко о главном Воронеже и области. До 27 декабря пробудет СИЗО начальник монтажного участка подрядной организации, которая занималась установкой лифта в строящемся жилкомплексе «Новый современник» на улице Донбасской. Именно там в этот понедельник с высоты 18 этажа в шахте лифта рухнула монтажная платформа, на которой в это время находились трое рабочих. Все они погибли. Двоим специалистам было чуть за 30, старшему едва за 40. Следком возбудил уголовное дело. По подозрению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, как раз и заплечен под стражу начальник участка, который отвечал за монтаж лифта в новостройке. Новый музей и количество туристов за сезон. Об этом и не только рассказал местным журналистам директор Воронежского государственного биосферного заповедника Анатолий Тарасов. Вместе с ним на брифинг в Дом Жур пришли представители регионального лесопожарного центра, поскольку одна из животрепещущих угроз для заповедника – это пожары. С мая по сентябрь на территории заказника было два возгорания. К счастью, благодаря круглосуточному мониторингу обнаружили их быстро и оперативно потушили. Также для борьбы со стихией в этом году лесопожарный центр получил 7 единиц специализированной техники. Между тем, из-за сухой почвы опасность возгораний до сих пор сохраняется. Прошедших дождей не хватило для того, чтобы земля напиталась влагой, отметили представители ведомства. По засушливости они сравнили нынешний год со страшным 2010-м. Прошло почти 15 лет, а причины пожаров все те же. Основным злом является поведение человека. Практически 99% – это неосторожное обращение с огнем. Продолжает работу с населением. Ведем тематические отделы в социальных сетях, рассказывая людям о непозволительном поведении в лесу, о запрете посещения лесов, хвойников в течение особого пожароопасного сезона. Кстати, в том числе и за опасности пожаров. Воронежский биосферный заповедник в этом году посетило чуть меньше людей, чем обычно. Причем приезжали в заказник в основном иногородние туристы, а не воронежцы. Все больше жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов при посещении нашего региона целенаправленно едут в заповедник имени Василия Михайловича Пескова. Ведь кроме живописной природы и животных, гостей может привлечь музей, посвященный Великой Отечественной войне. Он распахнул свои двери в мае и стал пользоваться большой популярностью. Кстати, это не последний музей на территории заповедника. Новый коллекционный музей, он пока готовится к коллекции. Был там трагический случай с лосем, большой такой лось. И вот мы там имеем на данный момент огромные рога и череп этого лося, мы его отберили, привели в порядок. И также у нас очень много старых таких коллекций, много разнообразных жуков, бабочек и тому подобное. И вот такая большая коллекция. Запрягай-ка, батька, лошадь, кубанская, залихватская и на горе стоял казак. Эти другие любимые народом песни исполняли полтора десятка творческих коллективов в рамонском поселке ВНИИС. Здесь прошел первый областной фестиваль кадетских образовательных учреждений. Наследники русской культуры, традиции Верхнего Дона и современность. Чем еще запомнились полсотни участников фестиваля прямо сейчас. Впервые на одной сцене собрались представители всех казачьих кадетских учебных заведений Воронежской области. Горожанский, Михайловский, Суворовский, Верхнемамонский, Матвея Платова и Борисоглебские корпуса. Вместе с ними показывали свои творческие номера и профессиональные народные коллективы. До настоящего времени было очень много спортивных мероприятий, в том числе и казачий спаз, где казачьи виды спорта. Мы культивируем целый ряд видов борьбы, борьба на поясах, борьба дзюдо и так далее и тому подобное. Как нам представляется, нам не хватает немножко творческой составляющей. Имеется в виду часть народности, народные танцы, народные песни, патриотические песни и танцы, которые у нас всегда существуют в формате корпусов, внутри корпусов. Нам сейчас необходимо сделать так, чтобы наши корпуса заметили и в области в том числе. Не только как спортивную единицу, но и как творческие единицы. В каждом казачьем корпусе свои устои. А фестиваль «Наследники русской культуры» – это прекрасная возможность познакомить подрастающее поколение с семейными ценностями и ратными традициями нашей отчизны. Потому что русский я подумал. Потому что Русь – моя земля. Люди будут узнавать то, что казаки – это не просто название или какое-то занятие целенаправленное. Казачьи песни, казачьи традиции. Перед каждым приемом пищи читается молитва и такое. Было очень интересно поступить вообще в любой кадетский корпус. Пересматривали много вариантов. Ну, выбрал именно этот. В этот раз все воронежские коллективы собрались под рамонью по приглашению горожанского казачьего кадетского корпуса. Как отметили сами участники, подобные фестивали в наше непростое время нужны как никогда. Ребята, которые на сегодняшний день выступили на фестивале – это истинный образец нашего понимания патриотизма. Уверен, что большинство из них станет офицерами Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Наша Родина нуждается в таких замечательных людях. Они сегодня дети. Но завтра замечательные офицеры – истинные защитники Отечества. Истинные мужчины. Первый блин не вышел комом. Организаторы уверены – фестиваль в будущем непременно быть. И в следующем году традиции Верхнего Дона вновь зазвучат на воронежской земле. В Воронежском Тюзе открылась студия театрального развития «Вершина». После символичного перерезания красной ленточки ученикам вручили студийные билеты. Серьезный отбор сродни поступлению в профильный вуз прошли 28 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Обучение будет проходить в небольших группах, чтобы уделить время каждому. Артисты театра в качестве педагогов будут передавать студийцам свой опыт, а также учить актерскому мастерству, сценической речи, пластике, на подмостках, вокалу. Плюс пройдут лекции по истории театра, мировой художественной культуре, музыке и литературе. Все для того, чтобы воспитать всестороннюю развитую личность, способную достигать любых вершин. Такое амбициозное название связано с тем, что мы ставим перед собой большие цели. Наша главная идея и концепция заключается в том, что мы погружаем наших студийцев в профессиональную театральную среду. Они становятся частью нашего театра, они видят, как работает театр, как происходит постановка спектакля, производство спектакля. Они напрямую общаются с цехами, с актерами, с режиссерами, со всеми сотрудниками. То есть если мы будем видеть, что ребенок не проявляет, скажем так, тяги к актерскому мастерству, но очень любит рисовать, мы будем развивать у него как художника-сценографа, потому что это тоже очень востребовано и нужно. Если ребенку больше нравится создавать декорации, рисовать костюмы, то, конечно, мы будем только поддерживать его в этом направлении. Будем добавлять педагогов. Но основное направление, конечно, это актерское мастерство, сценическая речь, пластика. То есть они становятся нашими полноправными коллегами. Зачем вообще в школах музеи? Какие возможности они открывают перед детьми? Как правильно создать экспозицию, чтобы она была нескучной и привлекала внимание ребят? Об этих и других вопросах говорили на форуме «С любовью про музеи». Он состоялся на базе 102-й школы столицы Черноземья. Около сотни педагогов, родителей и, конечно, учеников из разных образовательных учреждений Воронежской области собрались на конференции, чтобы поделиться друг с другом опытом создания собственных школьных музеев. Главное, чтобы дети не только узнавали что-то новое, но и сами хотели принимать участие в формировании экспозиции. Это, пожалуй, одна из главных задач, стоящих перед их взрослыми наставниками, уверены в Минобре. Знаете, мы сейчас как раз живем в такое время, когда без музеев действительно образовательный процесс невозможен. И формирование личности ребенка – это как раз та задача, которая поставлена президентом Российской Федерации в законе об образовании. Также об этом говорится, что мы должны формировать условия для того, чтобы ребенок вырос со своей гражданской позиции, чтобы патриотическое воспитание присутствовало в обязательном порядке и таким образом формировалась гражданская идентичность. А где, как не в музее, можно узнать о своей малой родине, о большой родине, быть непосредственно привязанным и дотронуться до тех артефактов, которые есть в школьных музеях? Любая образовательная организация, в том числе и школа номер 102 города Воронежа, нацелена на образовательный результат. И труднее всего достичь личностного образовательного результата. Предметный – проще, а личностный – тяжело и достичь, и измерить. А музеи помогают работать именно над этим. И здесь собрались очень неравнодушные люди к музейной истории, которые попытаются найти интересные формы работы в музеях. И самое главное – они понимают, зачем они это делают. Для инициативных старшеклассников из разных школ Воронежской области организаторы придумали необычный интерактив. Ребятам предложили попробовать прямо здесь и сейчас создать свою музейную экспозицию. Пока подростки придумывали темы, педагоги подготовили для них материалы, которые подойдут для коллажей и рисунков. Между делом ребята общаются, рассказывают друг другу о своих школьных музеях и приглашают в гости. В моем школьном музее в Воробьевском районе представлены экспонаты военного времени. Также экспонаты древней русской культуры. Я и мои одноклассники принимаем активное участие в создании музея. Собираем экспонаты, получаем информацию и делаем памятные открытки. Мы приехали из Артеля для того, чтобы получить опыт, потому что у нас есть свой музей, но не так много работы на нем. То есть пока не так накоплен опыт, как здесь. И хотим его сделать больше, чтобы лучше было, чтобы ребятки к нам больше приходили и родители приходили. Наша школа является опорной, чтобы на других школ приезжали и смотрели. Баба-яга рокерша и богатырь-теоретик. В столицу Черноземья впервые приехал Донецкий республиканский академический театр «Кукол». Труппа представила два детских спектакля, один из которых сказка «Как Кощей на Василисе женился». В ней все перевернуто с ног на голову. Показы состоялись благодаря программе «Большие гастроли» Министерства культуры России. Секреты постановки и мастерства артиста-кукловода дончане приоткрыли и нашей съемочной группе. Здесь Баба-яга – молодая ведьма слегка за 300, фанатка металлики и беззаветно влюбленная в Кощея. Который, в свою очередь, вовсе не чахлый старик, а настоящий жених. Только взять в жены он собирается не Бабу-ягу, а Василису – прекрасную, но при этом очень строптивую царевну. Сказку, в которой все наоборот, в Воронеж привез Донецкий республиканский академический театр «Кукол». Завершает эту фантастическую четверку мой персонаж Иван-богатырь. Но это, опять же, в классическом понимании Иван-богатырь, который очень сильный, который совершил очень много подвигов. В моем случае Иван-богатырь – это теоретик. Он просто очень много за свою жизнь прочитал книг, в которых написано о подвигах. Но сами подвиги он еще ни разу не совершал. То есть он в этом деле будет для себя первооткрывателем. Действие происходит в избушке Бабы-яги. Основа спектакля – пьеса Юрия Баганова «Как Кощей на Василисе женился», в которой отрицательные герои вдруг решают творить добрые дела. Лейтмотивом этой сказки вообще проходит то, что злые персонажи, да, вот отрицательные, они, на мой взгляд, они совершенно не отрицательные. И всем хочется любви. Баба-яга любит тайна Кощея, но вынуждена украсть девушку, потому что он захотел жениться. В конце они потом будут как бы вместе. Кощей полюбит Бабу-ягу. Кто бы что ни говорил, Кощей злой. Потому что если уж Кощей быть добрым, ну куда мир катится, надо же быть кому-то злым. Вы на него посмотрите, как в него не вжится. Я вливаюсь в него, он отдает частичку себя, симбиоз. За антагонистов всегда борются. Это всегда интересно. Мне интересно работать доброго персонажа. Донецкие артисты-кукловоды говорят, без внештатных ситуаций на спектаклях не обходится. Но на этот случай есть всегда надежное плечо партнера. В этом спектакле есть момент, где Иван снимает завязку с рук Василисы. И эта завязка крепится на руках. Обычная рука кукольная. И в какой-то момент эта рука просто отпала. Ну я как-то очень сильно, видимо, потянул. Эта рука отпала. Но мастерство Елены тут же отвернуться и отремонтировать во время спектакля сломанную руку ей не составило труда. Донецкому театру кукол повезло. Во время боевых действий здание не пострадало. Но трудных моментов за прошедшие 10 лет было множество. Несмотря на это, актеры свою работу не прекращали. Благо сейчас можно показывать спектакли и дома, и выезжать в другие города. В программе «Большие гастроли» участвуют уже в шестой раз. Но Воронеж труппа приехала впервые. Для меня лично Воронеж – это особый город. Здесь у меня живет сестра. Поэтому я всегда ходила вокруг этого замечательного театра. И всегда мечтала, когда же мы сюда приедем. Посмотрим на этих ребят, которые здесь очень крутые, профессионалы, работают. Поэтому я всегда мечтала, что когда-то мы с ними подружимся. Но так сложилось, что у меня лично было боязно к ним подойти. Думаю, что же я ему могу предложить. И вот так сложилось, что в этом году Росконцерт нам в этом помог. И мы впервые к ним приехали. Здесь действительно очень круто, классный театр. Замечательные ребята здесь работают. И я надеюсь, что мы оставим свое впечатление о себе тоже такое же. В гастрольном графике Дончан – счастливая цифра. Семь городов. И Воронеж в этом списке стал своеобразным экватором. Так что театральной дружбе кукольников в столице Черноземья и Донецка положено прекрасное начало. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости здесь, на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова